Мы уже сейчас в зоне подтопления. У нас в огороде. Мы часть огородов не посадили, потому что там вода. У нас утки живут в картошке. Пойдут сейчас дожди, поднимутся в грунтовые воды, дамба не выдержит и нас просто смоет. Жители Шара пожаловались на высокий уровень грунтовых вод. Потопленными иногда оказываются целые улицы. Руководитель Минприроды заверил, работа по расчистке Русиурек началась. Это должно исправить положение дел. Чтобы принять более кардинальные меры, министерство инициирует создание специальной межведомственной комиссии. Конечно, предотвратить намного проще, чем ликвидировать. Поэтому принимаются ваши замечания. В принципе, для этого мы с вами отрабатываем, чтобы в режиме реального времени всё быстро устранить. Поэтому я думаю, что в течение недели межведомственная комиссия приедет. А вот в Баграде всё наоборот. Огороды сельчан вянут из-за отсутствия живительной влаги. В райцентре мало колонок. Многие из них и вовсе неисправны. Порой людям приходится ходить за водой на другой конец деревни. С этой проблемой сельчане пришли на приём к министру сельского хозяйства Хакасии. Александр Башков гарантировал, ситуация будет взята на контроль. Естественно, уже выделены денежные средства с резервного фонда в размере 300 тысяч рублей на ремонт водопроводной сети. В Абазе планируют откапиталить местную стоматологию. Здание построено ещё в 50-х годах. И с тех пор здесь проводился только косметический ремонт. Пациенты обратились в Минздрав Хакасии. Там пообещали помочь. Тем более, что смета на работы есть. Осталось проработать вопрос с финансированием. Сейчас больницы нам направят смету. На этот год уже капремонты стоят у нас в программе. То есть деньги, которые выделены на бюджетные средства. На будущее, на 19-20-е будем смотреть и включать их в план капремонтов. А вот в Черногорске изменят маршрут городского транспорта. С такой просьбой горожане обратились к руководителю республиканского Минтранса. Люди попросили, чтобы мимо терапевтической больницы и девятой школы также ходили автобусы. Олектропин пообещал лично проработать этот вопрос и провести переговоры с перевозчиками. Я визуально вижу, что интересы перевозчика значительно не должны быть затронуты. Но точный ответ может дать только организация маршрута. То есть надо попробовать вести этот маршрут. Какие-то проблемы решались на месте. Часть вопросов отправлялись в профильные министерства на проработку. В любом случае ни одно обращение без внимания не останется, заверяют региональные власти. Эффективность такой совместной работы властей и населения отмечают сами люди. А тут вот придешь и все вопросы поставил, все. Уже почти что все решили. Это уже получается второй раз? Второй раз, да. Поэтому считаю, надо почаще нам встречаться с этими людьми, чтобы могла быть какая-то польза. Виктория Титова, Ольга Камзолакова, Станислав Колчинаев, Владислав Пустовой, Дмитрий Парахин. РТС.